Призыв в армию происходит дважды в год. При этом молодые люди от 18 до 25 лет имеют права выбора отслужить, либо заплатить отступные денежные компенсации государству. Отсрочку получают те, кто был признан негодным к воинской службе по состоянию здоровья, студенты вузов, либо граждане, находящиеся на особой государственной службе. Общее правило для всех – обязательная регистрация дважды в год во время призывов. Осенний призыв 2011 года начался сегодня. Он продолжится до 23 октября. Должен заметить, что на данный момент довольно высокая явка призывников. Все они сейчас проходят медицинский осмотр. Призывники, признанные годными к воинской службе, направляются во внутренние пограничные войска и спецназ. Меня признали негодным в прошлом году. Сейчас уже все в порядке, меня взяли. Хочу призвать всех ребят служить. Это нужно для будущего. Я скоро стану солдатом. Очень рад. Хочу служить. Мне 19, и я впервые участвую в сборах в военкомате. Меня признали годным к службе. Уже выдали направление в часть 032 в роту почетного караула. Наравне с призывом в октябре традиционно идет и демобилизация солдат. Для тех, кто отслужил, организует обучающий курс и помогают им найти работу. По данным отдела занятости префектуры Чингалтэй, большинство юношей имеют только среднее образование. Поэтому, вернувшись на гражданку, стремятся получить профессию. Чаще всего их выбор падает на средне-специальные учебные заведения. Трудоустроиться можно. У нас, к примеру, около 600 вакансий. Можно пойти учиться в профессионально-техническое училище. Такой выбор мы предлагаем для демобилизованных, а также для тех, кто признан негодным к воинской службе. Сегодня отсрочку получили 30 человек. Всех мы зарегистрировали. 10 из них уже выбрали для себя работу, еще пятеро захотели учиться.